Приветствую вас на канале Центра индивидуальной мобильности Minako Fox 2024, обновленная версия популярного электрофэтбайка с внедорожным дизайном. Теперь, в 2024 году, он появился в новых цветах. Два, скажем так, необычных варианта вы видите сейчас на экране. Это красный вариант. Обратите внимание, что этот цвет, точнее сказать, именно этот велосипед, выполнен на литых дисках, а рядом со мной находится оливковый. Он выполнен на спицах. Спицы и диски могут быть при любом цвете электровелосипеда. Все варианты расцветки вы видите сейчас на экране. Напишите в комментариях, какой больше понравился именно вам. Ну а далее, в этом обзоре, я постараюсь максимально подробно рассказать вам о новинке, а также посмотреть на нее вашими глазами, так как будто вы пришли к нам в шоу-рум и осмотр производите самостоятельно. Вкратце, какие изменения претерпел этот электровелосипед. Первое я уже назвал, это появились новые цвета. Далее, и самое, на мой взгляд, важное, это то, что изменился амортизатор. Теперь он устанавливается пневматически, то есть увеличивая или уменьшая давление в нем, можно подобрать его жесткость под свой вес. Ну а, соответственно, сам по себе амортизатор с демпфированием, в общем, на уровень выше того, что было ранее. Добавились подставки для ног заднего пассажира, а также появилась возможность немного двигать седло вперед-назад для того, чтобы улучшить посадку. Кстати, подробные характеристики Minaco Fox вы видите сейчас на экране. Обратите внимание, то, что поставляется этот велосипед мало того, что с двумя вариантами дисков, про которые я говорил, точнее сказать, либо с дисками, либо со спицами, а также с двумя вариантами аккумулятора 23 Ач и 15 Ач. Комплект поставки. Велосипед комплектуется бесшумным зарядным устройством, по габаритам, казалось бы, обычное, но при этом ток заряда 3 Ач. Таким образом, максимальный аккумулятор 23 Ач, он зарядит чуть менее, чем за 8 часов. Также в комплекте идет небольшой комплект инструментов для сборки и настройки электровелосипеда и инструкция по эксплуатации. Также в коробке с велосипедом вы найдете вот такую сумочку, она предназначена для того, чтобы крепиться сюда, и в нее можно что-то положить во время езды. Фактически вес Minaco Fox, ну, по крайней мере, версии со спицами составляет что-то около 42 кг. Вес версии с литыми колесами практически то же самое, те же 42 кг. Ну и после вступительного слова перейдем непосредственно к обзору «Перемещаюсь на улицу». Начну я, как обычно, от руля и пойдем далее вниз к задней части. Пока солнышко светит прямыми лучами на оливковый цвет, посмотрите, как он здорово смотрится. И не яркий, и не темный, что-то среднее. Что думаете по поводу такого цвета? Напишите в комментариях. Ну, а я постепенно двигаюсь к рулю. Итак, руль, как и в прошлой версии, не складной, с высоким подъемом или большим подъемом, и перекладиной посередине, на которой располагается бортовой компьютер. Сейчас я его включу. И под защитной пленкой кажется, что он тускловат. Но если я ее убираю, дисплей выглядит значительно ярче. Напомню, сейчас на меня светит солнце прямыми лучами. Специально сейчас поверну дисплей прямо напротив солнца. Ну, как вы видите, он читается прекрасно. Это третий уровень яркости. Что у нас на дисплее отображается, смотрим. Это классический уровень заряда батареи. Скорость движения, точнее сказать, передача включенной движения. По умолчанию стоит ноль. Дальше скорость. То есть внизу у нас пробег и кнопочкой М я могу переключать различные режимы. Дистанция за поездку, время в поездке, напряжение, питание. Классная штука для того, чтобы оценить, насколько заряжен аккумулятор. А по бортовику вот такая ситуация. С левой стороны, как вы обратили уже внимание, находится блок управления бортовым компьютером. Кнопка М – это же кнопка включения велосипеда. Единственное небольшое «но» – это то, что ее достаточно долго нужно держать. Итак, смотрим. Нажал, держу. Появились цифры внизу. И только потом на дисплее начинают светиться цифры. После этого нужно включить нужную передачу. Ну, точнее сказать, скорость или ограничитель. И начать движение. С левой же стороны располагается блок управления светом. Это фара, поворотники и звуковой сигнал. Да, звуковой сигнал громкий, но мопедный. Тормозные ручки, ну и грипсы, соответственно. Тормоза гидравлические, с жидкостью согласно указанному на бачке DOT 4 или DOT 5. Такие же тормоза устанавливаются на большинство электрофэтбайков Минака. Система крайне хорошо себя закомендовала и по удобству торможения, комфорту торможения, и по обслуживанию. Дот 4, и эта жидкость продается в буквальном смысле на каждом шагу. Грипсы одинаковые справа и слева, за исключением того, что справа у нас ручка газа. Грипсы круглые, ухватистые на ощупь, рука к ним как будто, ну, хотелось бы сказать, прилипает, но не то, что прилипает, а они не скользящие. Вот этот очень приятный момент. И как выполнена ручка газа. Посмотрите, это полная грипса, вот эта часть неповоротная, то есть за нее можно хвататься, а вот эта часть уже вращается. Сейчас я выключу велосипед, чтобы он у меня никуда не поехал. Хватаюсь за ручку, поворачиваю хватом вот этих двух пальцев именно ту часть, которая газует, а вот этими двумя пальцами, вот этими двумя пальцами фиксирую руку в нужном положении. То есть получается, вот смотрите, схватился всей пятерней, получается некий эффект круиз-контроля. То есть во время движения по неровной поверхности, а фэтбайк, это однозначно совершенно, вам захочется где-нибудь погонять по неровным поверхностям, вот такая ручка газа показывает себя совершенно прекрасно. Также с левой стороны располагается переключение велосипедных скоростей или велосипедных передач. Стандартный или, скажем так, максимально часто встречающийся переключатель Shimano или Shimano. Six Index, странно как Six Index, а передач 7. Но да бог с ним, в любом случае переключатель этот бюджетный, самого начального уровня, да и на электровелосипеде эта штука нужна достаточно редко. Обычно ставят ее только на самую мощностную передачу и только тогда, когда мотор не вытягивает, ей пользуются. Двигаемся дальше. Кабель-менеджмент. Ну, с учетом того, что велосипед в принципе открытый, кабель-менеджмент выполнен также открытым способом. То есть, все, что идет с левой стороны и с правой стороны, сводится в небольшие такие половинчатые жгутики. И в центральной части через спиральную оплетку все это сводится в единый жгут, по которому уже уходит вниз, мимо фары. Фары, кстати говоря, подключаются сюда же. И дальше уходит в раму в нижней части. Ну, туда мы вернемся чуть-чуть позже. Руль я вам показывал. Вынос руля стандартный велосипедный. Подъем на штоке вилки закрыт регулировочными кольцами. Соответственно, руль можно в принципе немножко опустить, если это нужно. Ну, или же покупать другой руль, у которого высота руля меньше. Хотя, вряд ли это понадобится, потому что вот такая высота руля, это прямо то, что надо для роста, по крайней мере, метр семьдесят пять. Или, скажем так, метр шестьдесят пять, метр девяносто. Плюс, не забываем, что его можно немножко регулировать вот так, тем самым меняя, условно меняя ростовку велосипеда. Верхняя траверса вилки. Вилка двухкоронная. На промежутке между верхней траверсой и нижней траверсой установлена прежде всего фара на металлических кронштейнах. Крепится все это очень-очень надежно. И как только видим металл и раму, сразу же возникает вопрос, а что будет при повороте? При повороте ничего не будет, потому что на вилку надеваются специальные демпферы. Причем установить их можно двумя способами, так как они установлены сейчас у меня. И в этом случае угол поворота, ну, скажем так, ограничивается, но при этом расстояние до металла здесь максимальное. Или же немножко повернуть демпфер, и тогда угол поворота увеличится. Но если фара будет стоять ниже, можно зацепить раму и ее немножечко поцарапать. Вилка. Небольшой вид со стороны, насколько грозно-массивно и мощно она выглядит. Посмотрите на угол наклона рулевой, то есть угол наклона рулевого стакана. Посмотрите на хромирование и на вот эти вот колечки масляные, которые образовались здесь уже после тест-драйва. Ну и, как вы видите, колечки располагают всего лишь на высоте сантиметров 6, может быть, 8 от манжета. Манжета, кстати говоря, с пружинкой, что снижает риск попадания грязи внутрь движущейся части вилки. То есть все это положительно влияет на надежность. Есть хорошая хромировка и вот эта манжета, он же сальник, он же пыльник, кто как их называет. Минако заявляет, что вот эта вилка фирменная. И вроде бы в предыдущей версии, которую я снимал в прошлом году, вилка была с регулировками. Сейчас она без регулировок, однако производитель заявляет, что ничем, кроме наличия вот этих крутилок, вилка внутри не различается. К чему я показывал все вот это, это к тому, что при моем весе 75 килограмм вилка явно не выбирала весь ход. Сейчас я попробую специально на камеру надавить на вилку так, чтобы она полностью выбрала весь свой ход. Прям очень активно сейчас надавлю на вилку. Так, педалька. Хоп! Вот. Вроде бы что-то там, она как бы, может быть, дошла до конца. Так что получается, вот это весь ее ход, ну, как-то выглядит маловато. Но, тем не менее, как есть. Движущаяся часть вилки выполнена в глянцевом исполнении. На перекладине между движущимися частями располагается крыло. Крыло крепится всего лишь, казалось бы, одним ухом. На самом деле, уха два. Спереди и сзади. И за счет этого крыло не болтается. Рядом с ним, через ушко на вилке, проходит гидролиния к переднему тормозу. За крылом прячется отсекатель. Причем, с одной стороны, у него вид вот такой парящий. Но, если мы посмотрим с другой стороны, то отсекатель крепится на телескопическую часть через резиновую проставку. Ну, и, соответственно, вот так вот это выглядит со стороны. Покрышка и колесо. Колеса бывают у Minaco Fox литые и спецованные. Спецованные смотрятся, на мой взгляд, поизящнее. Да и ремонтопригодность их, на мой взгляд, выше, чем у литых. Но литые выглядят, конечно, моднее, что называется. По размерности покрышек это стандартный 20х4.0. Протектор тот же самый стандартный. Ничего, в общем-то, выдающегося нет. Переднее колесо быстросъемное. Если нужно погрузить в машину, откидываем флажок, снимаем колесо. И, соответственно, велосипед становится короче где-то примерно сантиметров на 35. Плюс-минус точно не измерял. Тормозная система мощная, мопедно-велосипедная. Диаметр тормозного ротора 180 миллиметров. Ротор, его даже диском хочется назвать, очень толстый. И посмотрите, как колодки опираются на тормозной ротор. Вроде бы всей площадью. Попробую заглянуть вот с этого ракурса. И что я вижу, что колодки практически всей площади опираются на тормозной ротор. А значит, весь срок службы тормозных колодок, сколько они будут стираться, торможение будет максимально эффективным. Итак, с передней частью закончили. Переходим к осмотру рамы. Смотрим, как заходит и куда заходит кабель. Это металлическая манжета в боковой трубе рамы. Кстати, рама выполнена из трубок. И вот этот вот дизайн скелетона, так называемый, у нее присутствует. Итак, в передней части между рулевым стаканом и кареткой присутствует крышка, под которой располагается электроника. Я уже туда заглянул. Контроллер установлен 35-амперный. А практически все разъемы влагозащищенные. За исключением буквально парочек. Защитить их от влаги, конечно, не помешает. Да и несложно это сделать, но крайне желательно. Хотя, если посмотреть вот с этого ракурса, то становится понятно, что, в принципе, из-под переднего колеса именно на электронику лететь ничего просто не может. Поэтому делать гидроизоляцию или нет, тут дело исключительно ваше. В центральной части рамы располагается аккумуляторная батарея. Это выключатель питания. То есть, если сделать вот так, то все, велосипед вообще никак не включить питание в аккумуляторе просто-напросто не будет. Так, соответственно, она включена. Это у нас зарядный порт. Причем располагается он достаточно высоко. Удобно, как говорится, кланяться велосипеду не нужно. Ну, а для снятия батареи все, в принципе, стандартно. Поворачиваем ключ и толкаем батарею наверх. Все. Она вышла из зацепа с разъемом питания. И, соответственно, вывожу ее в сторону. Разъемы питания выполнены вот такой вилкой в нижней части. Для того, чтобы установить батарею, завожу ее вновь в раму, позиционирую на рельсе, не так, чтобы она села вглубь, и двигаю вниз. Запираю ключом. Все, батарея установлена. Ну, все, как вы понимаете, достаточно быстро и комфортно происходит. По батарее, в версии которой я вам демонстрирую, установлен максимальный аккумулятор с емкостью 23 Ач. Бывает еще 15 Ач. Но мы сейчас не столько об аккумуляторе говорим, сколько о самом велосипеде, о концепции. Как я вам уже показал, рама выполнена из труб. Причем, получается, батарея спереди защищена двумя трубами, сверху одной. Она же, эта труба, является вот через такое ответвление неким основанием для поддержки сидения. Здесь же к центральной трубе крепится ухо амортизатора. Ну, и дальше внизу располагается маятник. Непосредственно внизу, около маятника из трубы, из металлической манжеты, выходит кабель, я так подозреваю, что мотора и гидролиния. Также где-то там прячется проводок, который идет к заднему фонарю, который я вам, кстати говоря, не показывал. Включаю велосипед, сразу начинает светиться задний фонарь. Если нажимаю тормоз, то стоп-сигнал начинает светиться ярче. Включаю поворотник. Ну вот, вот так его видно. Вроде бы что-то происходит, но днем не очень заметно. В передней части располагается фара. Фара с четкой световой границей и ангельскими глазками. Границу я вам могу показать даже днем, поскольку фара достаточно яркая. Вот она граница. Ну и, соответственно, светит фара неким таким U-образным пятном. А почему сразу включилась фара? Потому что была нажата вот эта вот кнопка. Если я ее отжимаю, соответственно, ни фара, ни габарит при включении велосипеда работать не будут. И, на мой взгляд, вот именно механическое управление вот этой функции достаточно удобно. Но, представляете, вы где-то вот вечером, в ночи куда-то приехали со светом, да, на 2 минуты, на 2, на 5, поговорили с кем-то или там в магазин зашли-вышли, включаете велосипед, у вас сразу же работает фара, никаких дополнительных действий не нужно. Сели и поехали. Это удобно. Поворотники, кстати, на мягком подвесе. И если при посадке их случайно зацепить, то, соответственно, они не сломаются и ничего с ними не случается. Амортизатор. В первой версии амортизатор стоял пружиной, причем нельзя сказать, что мягкий или жесткий. В общем, короче говоря, подобрать его жесткость под себя было сложновато. В версии 2024 установлен амортизатор фирмы EXO. Его еще называют EOHA или EHA. Это воздушный амортизатор, как вы видите. Но самое главное, что этот амортизатор выполнен еще и со встроенным демпфером и на сжатие, и на разжатие. По поводу хода амортизатора я постарался, вот прям постарался выбрать его полный ход. Вот настраивал я жесткость под себя. Сначала накачал какое-то давление, а потом потихонечку стравливал, так сказать, уже во время езды. Накачка и регулировка давления осуществляется через вот этот вентиль с металлическим колпачком и резиновой вставочкой. Очень они такие классненько всегда закручиваются и откручиваются. По осям, длину я вам сейчас покажу вставкой. Просто забыл их измерить. Соответственно, если хотите заменить этот амортизатор на какой-то более навороченный, проблем нет. По ушкам он стандартный. Ну и покажу, конечно же, как подвеска работает со стороны. Итак, мой рост 1,75 м. Смотрите, без рук. Просто закидываю ногу и сажусь на велосипед. Вот так я выгляжу, сидя на нем, даже без какой-либо регулировки седла. Если я сижу именно так, как сижу, то вроде бы, казалось бы, крутить педали будет удобно для того, чтобы ехать на них. Однако, вот прям вот такое ощущение, что хочется сесть подальше. И вот когда я сижу вот так, вот тогда мне уже комфортно и по рукам, и по положению ног относительно педалей. Ну и смотрите, вот ничего не делаю, просто сажусь на велосипед. Мягенько, плавненько. Смотрите, как четко он и мягко, медленно отрабатывает. Прямо вот, как говорится, принимает. Ну и если я немножечко попрыгаю, то, только не здесь, а на центральной части, то видно, что работает не только амортизатор, но еще и вилка. То есть, по жесткости, вот мне удалось так подобрать, что и передняя, и задняя подвеска работают, можно сказать, что одинаково. Ну и я надеюсь, вы успели увидеть, как работает демпфирование, что нельзя не отметить как плюс в плане езды по, опять же, бездорожью и сложным покрытиям. Задняя подвеска, или точнее сказать, маятник задней подвески, достаточно сложной формы. Это центральная труба, которая является неким основанием амортизатора, к которой по бокам привариваются сдвоенные перья, правая и левая, задней подвески. Непосредственно на подвеске располагается еще и подставка для заднего пассажиров. В предыдущей версии этих подставок не было, и они очень так подпружинены, что ли, или как будто на магните фиксируются прям очень классно. И на кочках они не грохочут, но это забегая уже вперед. Также к маятнику винтами крепится багажник. Багажник выполнен из труб, трубы толщиной с палец, достаточно массивные. Ну и по длине багажник не маленький. С правой же стороны к маятнику крепится отсекатель, аналогично тому, который установлен спереди. Защищает от брызг он, надо сказать, очень прилично, но не идеально, поскольку, как мы видим, краешек крыла находится выше центра колеса, а значит на высокой скорости все равно брызги будут лететь вверх, и за счет эффекта низкого давления залетать на спину ездоку. Вообще любые крылья на велосипедах – это всегда компромисс. Слава богу, что поставили такие, а не оставили то, что было изначально. То есть вот это вот отсюда летело бы очень-очень сильно. Так что, хоть и можно сказать, что этого крыла недостаточно, но то, что велосипед дополнили вот этим отсекателем – это уже огромный плюс. Задний тормоз аналогичен переднему, все тот же 180-миллиметровый ротор или диск. И калипер. А вот здесь вот уже по калиперу можно смело сказать, что стоит он высоковато, видите, колодки, и только там внутри виден тормозной диск. Соответственно, убрать по одной шайбочке или даже по две. В общем, чуть-чуть регулировочной работы с задним калипером провести не помешает. Подставка. Подставка крепится также к маятнику, и в сложенном состоянии выглядит вот так. Зацепится ли она при сдавливании покрышки, сказать сложно. Цепной привод и мотор. Цепной или велосипедный привод выполнен на базе стандартной бюджетной системы Shimano. Если мы говорим про переключатель, то это Торней или Торный 7-скоростной. Это у нас трещотка. Вот ее маркировка. Тоже, опять же, цифра 7-ка 7-скоростная. Показываю я вам ее не для того, чтобы рассказать, как он ездит на педалях, а для того, чтобы показать вам размер мотора. Мотор получается чуть больше, чем большая шестеренка. По-прежнему небольшой. Мотор этот редукторный. И вот с этой стороны посмотрим сейчас маркировку. 240 ватт, 48 вольт. То есть это, согласно маркировке, велосипед. Сидение, мне кажется, немножко изменили. Оно стало более мягкой, плавной формы. По жесткости оно вроде бы тоже стало мягче. По положению седла оно регулируется немножечко вперед-назад. Вот, одного винта не хватает. Мне бы хотелось сидение немножечко еще больше сдвинуть назад. И для удобства переноски за задним седлом или под задним седлом присутствует металлический ухват для пальцев. Соответственно, поднять велосипед в этом месте очень удобно и комфортно. Забыл вам совершенно показать или рассказать про одну вещь. Это вот эта сумочка, которая идет в комплекте к велосипеду. В нее можно что-то положить, однако зарядное устройство в нее не входит. И нахождение вот этой штуковины здесь, ну, становится таким достаточно странным решением. Внешности, красоты она не прибавляет. Удобство, ну, достаточно условное. На мой взгляд, все-таки ей место где-то вот здесь. Но, скорее всего, вот сюда ее закрепить не позволят короткие хлястики. С осмотром закончили. Но какой обзор без тест-драйва? Несколько кадров на камеру, а потом надеваю шлем и еду тестировать новинку. Двигаюсь аккуратно по тротуарчику, вращаю слегка педали. И вот после где-то полутора оборотов, раз, два, да, подхватывает ассистент. Причем достаточно мягко все это происходит. Интересно, это первая скорость была, вторая. Да, ну, подрыв у него есть, поэтому с ассистентом больше баловаться не будем. Пятая скорость, полный газ. И поехали измерять максимальную скорость. По посадке сижу на краю седла. На заднем оно сдвинуто назад максимум. А достаточно бодро, кстати, набирает скорость этот велосипед. Прям очень бодро. Так, пока что было 45, причем резвенько. Продолжаем движение. Впереди уклон. Так, вверх в уклон наборчик хороший. Так, кочки. Чуть-чуть, может быть, жестковато, но чувствуется, что подвеска работает. Так, поворачиваем. И длинная прямая. Сначала вверх уклон. 35 ампер прям, конечно, подхватывает так резвенько, резвенько. Это я все вверх в уклон двигаюсь. Дальше будет плоскач. Так. Так, вот, пошел набор скорости. Прямо это слышно по звуку мотора. 51 по бортовику. 50 по GPS. 54 бортовой. 54 GPS. Ну вот, 55 стабилизировалось. Даже 58 подскакивало. Да. 58 километров в час. Резвенько, резвенько, надо сказать. Оп. Пятая скорость. И, в принципе, плавненький старт. Но прибавлять дальше нужно тоже мягко, потому что иначе получается рывок. Еще раз показываю. Так, притормаживаем. Чуть-чуть газ. Прям чуть-чуть аккуратно, потихонечку. И вот потихонечку движение. Если чуть поддать, прям вот смотрите на руку, на правую. Все. У него уже получается прям вот такой подрыв. Подрыв. Слушаем лежачий полицейский. Вилка передняя тихо. Задний амортизатор, ну понятно, регулируется. Да. Вот мне кажется, мне кажется, сейчас жестковат амортизатор. Итак, что я делаю. Добираюсь до крышечки. Чуть-чуть перекачал. Это вот был максимальный ход. И прям вот так вот. Оп его. Так. Сажусь обратно на седло. Да, еще раз проверила, но сдвинутым максимально назад. Так. Оп. Вот. Начало двигаться помягче. Сейчас повторим. Кстати, а как фатбайк заберется на бордюр. Смотрим. Газ. Оп. И... Оп. Так. Двигаемся назад по тротуару. Даже на пятой скорости. Вот прям вот если привыкнуть аккуратно использовать ручку газа, то вполне комфортно, но она очень чувствительна. То есть если прям вот... Видно, я думаю, да? Что происходит? Так, интересно. 25 ограничитель есть. Да, вторая скорость. Ну, 27-25 км в час, можно сказать. Он едет как велосипед. Так, аккуратненько. Здесь. И... Еще один тест. Лежачими полицейскими. Да, как хорошо он держит дорогу. То есть руки на ходу от руля убираю запросто. 35. Так. Вот. Добился то, чего хотел. Жесткость передней вилки и жесткость амортизатора приблизительно одинаковая. Амортизатор еще, кстати, можно было бы подспустить, чтобы было еще мягче. Амортизатор с демпфером. Но у меня такое ощущение сложилось, что он работает в обе стороны. Пока рассказывал вам про прелести подвески. Подъехали к очень важному участку. Это уклон вверх, достаточно интенсивный. На максимальной скорости. Вижу стабилизацию. То есть, хватает мощности для движения вверх. И тормоза. Я ранее ничего не озвучивал о них, поскольку они не притерты. Но сейчас, вот после, грубо говоря, полтора километра, два даже я проехал на Foxy 2024, могу сказать, что тормоза это очень классная вещь. Именно вот эти вот такие мото или продвинутые велотормоза. Тест лесенкой. Тест лесенкой и слушаем. Кроме как бряканье цепи на переключателе, грохота от шасси нет никакого. Немножко присиделся, что называется, прикатался. Удобнее сидеть на дальнем краю седла. Здесь, кстати, еще одна лесенка. Ох, как классно. Вообще, не отпуская газа, это все сделал. И слушаем. Вот. Блин, как бы цепь подтянуть так, чтобы она не так сильно грохотала. Давайте попробуем. Сейчас. Вот так. Ага. Разворачиваюсь. По углу, кстати. Мне казалось, что угол маленький. Блин, как же он принимает хорошо. Так. Ну и давайте попробуем вверх по лестнице. Так. Очень забавно это получается. Смысл в том, что я заехал вверх по лестнице. Так. Еще раз сейчас послушаем грохот. Есть ли он. Да. Вот здесь вот с углами поворота уже чуть все по-другому дело обстоит. Тут уже кажется, что их и их его угла. Немножко маловато. Так. Ну, еще раз послушаем, что у нас с лесенкой. Ну, вот поверьте на слово. Слышу цепь в переключателе и слышу подставку. По мощности. Ну, а что, собственно? Вот она лестница. Вот он я. Подъезжаем. Так. Группируюсь немножко вперед. И вот так вот это все происходит. В общем, с тяговитостью у Фокса все очень-очень здорово. Еще один небольшой момент. Это движение без рук. Не чувствую склонности к сваливанию. Но на скорости велосипед скорость держит... Руль, точнее сказать, курс держит лучше, чем... Ну, вот 20 уже руки прям расслабленные могут быть. Ну, вот и теперь по тест-драйву Фокса это, пожалуй, все. Подведем итог. Начну, как всегда, с минусов. Первый минус, на мой взгляд, как ни странно, но это сидение или посадка на Minako Fox. Сидение понравится не каждому ездоку. Несмотря на то, что оно, казалось бы, мягкое, при езде оно все-таки ощущается жестким. И вот это, на мой взгляд, парадокс. Может быть, это лично мои ощущения, а, например, вы, если протестируете это сидение, вам оно покажется уже мягким. Кстати, повод заехать к нам в шоурум, чтобы посмотреть вживую этот электровелосипед. С точки зрения движения сидения вперед-назад, при моем росте метр семьдесят пять, так оказалось, что максимально сдвинутое назад седло все равно хотелось бы сдвинуть еще, может быть, на пару сантиметров назад. В общем, вот момент с посадкой у Fox остался, скажем так, немножечко спорным. Вилка. Вход ее маловат, но на комфорте это не сказал бы, что отразилось. В комплекте не хватает насоса высокого давления для амортизатора, а обычный для шин не подойдет. Жаль, что на вилке нет регулировок, хотя, в принципе, при езде какие-либо дополнительные регулировки этой вилки лично мне желания покрутить не появилось. Ну, соответственно, будем считать, что они и не нужны. Последний минус – это задний калипер, который из коробки придется все-таки немножко опустить. Все-таки уже, по-моему, вторая или третья версия этого велосипеда, а калипер все еще стоит не совсем правильно. Ну, а в остальном могу сказать вам, что у этого велосипеда масса плюсов. Первое – это, конечно, внешний вид, тем более, обращая внимание на новые цвета, которые появились у этой модели. Но самое главное – это, конечно, ходовые качества. Велосипед очень хорошо держит курс, у него очень хорошо работает подвеска. Благодаря пневмоамортизатору, на который, кстати говоря, в комплект не положили насос, это тоже можно отнести к минусам, хотя насос для шин, например, не кладут же в комплект, поэтому, ну, ни минус, ни плюс, а важность этого момента я отмечу. Так вот, подвеска работает абсолютно правильно, и благодаря пневмоамортизатору ее можно подстроить под любой вес пользователя. Фокс – это тот электровелосипед, точнее сказать, один из немногих электровелосипедов, на котором хочется ехать много и долго, быстро или медленно, вообще все равно. Мало того, что он отлично справляется с любой поверхностью, на которой он находится, так благодаря комфортной посадке на нем еще и удобно ехать. Ну и, конечно, контроллер 35 ампер. Вы видели, как я заезжал вверх по лестнице. Да, она полога, но, тем не менее, это лестница, и я по ней заезжал на этом электровелосипеде наверх. Да, это дань не только мощности двигателя, но и цепким покрышкам. И, опять же, подвески и углу установки вилки. В общем, как вы понимаете, топ преимущества этого велосипеда – это, конечно, ходовые качества в сочетании с аккумулятором 48 вольт 23 ампер часа. А что вы думаете по поводу обновленного Minako Fox? Пишите в комментариях. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Напомню, с вами был Михаил, Центр индивидуальной мобильности, где вы можете приобрести технику, подготовленную к эксплуатации, и заказать услугу качественной гидроизоляции, выполненной специально подобранными материалами. Ссылка на наш центр в описании к этому ролику. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова